Всем привет! Меня зовут Наташа. В этом видео я хочу показать, как сделать домашние штрудли. Сначала замесиваем тесто. Тесто замешиваем на простой воде. Вода, соль. Если семья большая, то ставим больше воды. Я делаю на пол кружечки маленькой, на 250 грамм. Больше половины кружки. Вот взяла воды, немножко соли и замешиваем тесто. Просто без масла, без ничего. Просто соль и вода. И мука. Вот такой у меня получился небольшой шарик. Сейчас я его немножко раскачаю и смажу маслом подсолнечным. Здесь уже тесто раскачала. Смазала маслом подсолнечным. И даю постоять минут 10-15. Даже можно и 20 минут. Чем дольше стоит, тем потом будет тесто тоньше растягиваться. Когда находится на расстойке, мы дальше чистим картошечку. Картошку и лук. Картошку можно ставить по желанию, кто как любит. Мои семья больше любят в этом блюде картошку. Поэтому я ставлю много картошки. Можно ставить наполовину, сколько тесто, сколько картошки. Можно ставить больше тесто, меньше картошки. Но я люблю, когда есть картошечкой. Поэтому ставлю ее так вот много. Вот я уже нарезала в лук и картошку. Сначала жарим в казанке лук где-то минуты-две, а потом уже туда скидаем картошку. Вместе это все перемешиваем. И потом еще добавим красный перец. Вот такой у меня есть красный перец болгарский. Сейчас открою. Вот такой вот домашний болгарский красный перец. Есть еще паприка, но я больше этот люблю. Он такой вот кусочками. Его бабки на рынке продают. Они сами это дома делают. Его высушивают, перемаливают. И он вообще не сравнивается даже с той паприкой, которую продают в магазине. Видно, что пахнет перцем. И пахнючий такой вообще классный. Не знаю, я только вот этим пользуюсь перцем. И немножко поставим ложку томата. Можно и не закрашивать эти штуры. Можно белыми их кушать. Не ставить эту краску. Но я люблю закрашенные. И вот это перемешиваем. Сейчас я поставила красный перец, плаврусы и черный перец гороху. Еще раз это все помешаю. Обжариваю где-то минут 5. Если обжаривать не теснее. Все, я думаю, наша картофель хорошо обжарилась. Так что не забываем посолить. Солим мягкими, потому что я буду делать штуры с брунзой. Солим. И наливаем водички. Можно брать водичку, у кого есть бульон, то лучше, конечно, все бульон наливаем. Так, все. Вот так, я думаю, хватит. Потом водички дольем. Еще дольем. Все. Все, вот так. И пока у нас картошка варится, мы быстренько делаем штугли. Вот я приготовила, натерла брынзочку на терочку. Расстелила платочек. Сейчас тут будем растягивать тесто. Так, сначала. Так вот. Сначала серединку растягиваем. Так. Мною хорошо. Тесто хорошо постояло и хорошо растягивается. Теперь края растягиваем. Так. Стараемся растягивать каждый край. Чем тоньше тесто, тем вкуснее и потом штроли. Штроли. Вот. Вот. Вот так вот. Я растянула тесто. Сейчас буду заполнять его брынзочкой. Дай мне, пожалуйста, брынзочку. Давай. Так. Вот так берем и посыпаем. Тоже будешь маме помогать, да? Мама. Еще тут, мама. Ты такой большой тесто. Да, мы потом потянем и там тоже сделаем. Можно я даже помогать? Давай, помогай маме, давай. Посыпай брынзочкой. У меня, блин, за овечи. Кто не любит овечу, можно корович. Так. И слышу, что моя картошечка уже закипела. Я... У меня просто картошка быстро разваривается. И я сейчас сразу поставлю уже штульки туда. А так надо ставить тесто уже, когда картошка полуготовая. Тесто же быстро варится. Так. Все. Мы уже заполнили. Наше тесто брынзочкой. Сейчас будем ее закручивать. Еще чуть-чуть вот тут. Подожди, подожди, Олечка. Я вот тут. Поднимай его так. Чик-чик-чик. Видишь, как закручивается. Просыпай. Да. Еще вот тут у нас осталось. Да. Сейчас тут... Можно я тоже? Давай, давай, помогай маме. Давай, это все Олечкина дальше, да? Олечка дальше посыпает. Давай, мама поддержит тебя, да? Усыпай. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Делаем. Так. Все. Все? Да. Какая вкусная бренза. Так-так-так-так-так-так. Вот тут немножко ты мало поставила. Я люблю, когда... Все-все-все. С этой мазочкой. Все. Вот и получилось у нас. Мама. Мама, мне теперь нужно вот так, мама? Не-не-не-не, мы же это не делаем полонечки, мы делаем штрульки. Сейчас мы ее порежем на кусочки. Итак, вот я уже нарезала тесто на такие вот кусочки. Все будем ставить их сюда в казанок. Картошечка. Где картошечка? Да, где картошечка уже кипит у нас. Она уже у нас полуготовая. Я добавлю еще немножко водички. Сразу же добавлю. Вот целую кружку. И ставим сюда тесто вот так вот сверху. Сколько получилось у меня тесто с полукружки воды. Так, вот мы поставили и отолью еще немножко воды. Можно, конечно, воды не доливать, но я люблю, когда штрудли вот такие мокрые, когда вот у них есть юшка вот эта, вот она мне нравится. А так можно делать и можно не доливать. Они, конечно, будут так суховатые. Я люблю, когда они такие мокренькие. Поэтому я доливаю водичку. Конечно, до этого надо было попробовать картошку на соль. Потому что сейчас уже неудобно солить. Сверху уже не будешь на тесте солить. Но я пробовала, у меня на соль было все нормально. Так, доливаю вот водичку. Люблю, когда вот они мокрые. Все. И накрываем крышкой. Уже варим до готовности. Где-то 20 минут, я думаю, хватит. Ну, потом надо будет просто пробовать. Пробовать картошку, пробовать. Тесто быстро готовится. Когда вот штрульки покипели вот так вот минут 10, я потом их ставлю на медленный огонь. На медленный вот такой вот. И вот так вот, чем дольше они варятся на медленном огне, вот так вымлевают. Тогда это блюдо еще становится еще вкуснее. Ну, вот и приготовились мои штрульки. Вот так вот они выглядят. Все очень вкусно получилось. Ну, все. Теперь вы тоже попробуйте приготовить. Я надеюсь, что вам они понравятся. Очень вкусное блюдо. Одно из моих любимых. Ну, все. Всем пока. Всем желаю счастья и удачи. Все. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok